Всем доброго времени суток! Мы продолжаем инсталайф, и в эфире у нас сегодня инсталайф для абитуриентов, которые поступают в Институт дизайна и пространственных искусств Казанского Федерального Университета. Сегодня вы узнаете все о приемной компании 2021 года, сможете задать свои вопросы о поступлении, особенностях образовательных программ, учебном процессе и многом-многом другом. На все ваши вопросы с большим удовольствием ответит Карина Рашидовна Набиулина, доцент, кандидат экономических наук, директор Института дизайна и пространственных искусств. Добрый день! Степан Викторович Новиков, кандидат архитектуры, руководитель архитектурно-реставрационной школы исследования наследия Казанского Федерального Университета. Добрый день! И Альбина Ренатна Гайдук, кандидат архитектуры, заведующая кафедрой конструктивно-дизайнерского проектирования, руководитель учебно-научной лаборатории света и звука «Шкала». Уважаемые абитуриенты, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы в инстаграм-аккаунте Казанского Федерального Университета. Ну а для начала я предоставлю вступительное слово нашим гостям. Друзья, добрый день еще раз. Наш институт очень молодой. 28 мая 2021 года, наше день рождения. Мы готовим специалистов широкого спектра. Это очень-очень разнопрофильные специалисты в сфере дизайна. Начиная от пространственного проектирования, мы говорим о дизайне среды, о дизайне интерьера. Мы говорим о навыках в сфере архитектуры, градостроительства, реставрации. И кроме того, нам очень важны веб-дизайн, моушен-дизайн, графический дизайн. Но и важную роль сегодня играет иммерсивность и исследование таких процессов, как свет и звук. А руководители лаборатории сегодня здесь неспроста, потому что у них свои уникальные направления. И, наверное, даже они лучше о них расскажут. Да, про лабораторию Шкала. Лаборатория Шкала — это уникальный новый вид лаборатории, который сочетает в себе создание и игру, совместную игру света, звука и каких-то особых тонкостей, таких как запахи. Мы можем создать уникальное иммерсивное пространство, которое будет создавать комфортную среду для человека, для пространства, в котором находится человек. Можем создавать такие проекты, которые будут играть с человеком, погружать его в какие-то процессы интересные, небывалые для него. Кроме того, наша лаборатория будет решать ряд локальных проблем. Например, это борьба с шумом, либо с звуковым загрязнением, либо с световым загрязнением. Мы будем работать с большими промышленными предприятиями. Это уже не локальная задача, это уже задача по объему всего города. Кроме того, лаборатория нацелена на то, чтобы интегрировать нашего будущего студента в процессы, которые руководят светом, звуком и иммерсивной средой. Мы хотим вырастить не просто студента, а хотим создать интегратора, который будет самостоятельно задавать себе задачи, самостоятельно учиться их решать. Мы лишь будем помогать ему, наталкивать его на какие-то решения и следить за процессом. И важно еще то, что у нас уже на сегодняшний день есть реальные проекты, в которых у нас есть руководители, и в команду, конечно же, мы хотели пригласить и наших будущих студентов. Они, во-первых, могут получить дополнительный доход по профессии, но и самое важное, это необходимые навыки, когда ты работаешь в команде с опытными архитекторами, дизайнерами, инженерами. Это, конечно, совершенно другое качество образовательной программы. И вот как раз в том числе у нас есть и проекты, связанные с проектированием среды, с проектированием среды в исторических городах. И вот здесь вот наша лаборатория, которую возглавляет, мы пригласили Степана Викторовича его возглавить, она тоже играет важнейшую роль. Какие проекты вы сами в свое время создавали? Что вам интересно сейчас будущим студентам вести, Степан Викторович? Ну, добрый день еще раз, уважаемые студенты. Наша лаборатория, либо мастерская, можно сказать, да, проектно-реставрационная мастерская, она будет интегрирована в учебный процесс и связана уже непосредственно работой на исторических объектах с исследованием наследия, с исследованием исторических поселений, проблематикой юридических различных вопросов, которые связаны с историческим наследием. И также на базе Аршина планируют создавать именно ремесленные реставрационные мастерские. С этим сейчас большая проблема. То, что не хватает именно знаний и методик, опыта. Ну, например, там, по реставрации лепнины, да, то есть мы будем обучать студента не только проектировать, но и понимать технологические процессы. То есть эта реставрация – это основа. Также перед нами, конечно, стоит большая задача исследовать и отреставрировать непосредственно наш корпус, в котором будет располагаться институт. И это будет такая непосредственно учебная база, где мы будем обучаться, набираться опыта, навыков основных, как и в теоретической базе, так и в практической. Ну что, большое спасибо за такие достаточно насыщенные, такое вводное слово получилось у нас. И я предлагаю перейти к блоку вопросов, которые действительно скопились. И начнем мы с такого вопроса, который касается внутреннего испытания. Подскажите, пожалуйста, возможно ли подать три заявления сейчас, так как сдаем внутренние испытания, рисунок, а на другие две специальности позже, после того, как определимся уже с конкретным выбором? Я думаю, что не надо медлить. Если такой просто жизненный совет. Если по процедуре еще подобные вещи они могут быть, то, конечно, лучше позвонить. У нас есть телефон консультантов. На телефонах сидят преподаватели, практикующие. Они просто сориентируют, где, какое направление для себя лучше выбрать. Я думаю, что лучше руководствовать таким принципам, ну, не медлить. И мы сами на телефон отвечаем, у нас есть дежурство. Для нас тоже важно, что, конечно, безусловно, может быть с одного направления на другое, если потом человек увидит себя в этом. Но я думаю, что лучше подавать заявление сразу, вот примерно определившись тем, что ты хочешь делать в жизни, какие проекты. Есть у нас здесь еще целый ряд вопросов, которые касаются вступительных испытаний. Возможно ли очная форма сдачи вступительного экзамена присунку? Если да, то она проводится у всех 20 июля. И также насчет консультации вопрос. Будут ли они когда, в каком формате? Да, давайте я отвечу на этот вопрос. Консультация по очному и очень заочному направлению стоит 19 июля. Она будет проходить дистанционно по ссылке Zoom. Ссылка уже опубликована, и она находится в вашем личном кабинете, если вы зарегистрированы. Сам экзамен можно провести, будет проходить в двух локациях. Первое – это системик замыс, когда испытуемый находится у себя дома, перед компьютером, либо в какой-то другой локации перед компьютером. И тут очень важно, как настроен этот компьютер. У вас должно быть бесперерывное соединение с интернетом. Ваше лицо должно быть четко видно в экран камеры. И рисунок, который вы производите на листе, также должен быть виден в камеру. Либо вы приходите на очный рисунок, проходит он на Татарстан-2 в Казани, в холле на втором этаже, рядом с библиотекой. Там мы собираемся и дальше делимся на группы и рассаживаем непосредственно по аудитории. Заочные, заочники, которые приходят к нам, приходят на консультацию 6 августа. Причем консультация также будет дистанционной по ссылке в Zoom. А сам экзамен состоится так же, как и предыдущий экзамен, в двух локациях. Либо ребенок находится дома, либо он находится у нас на Татарстан-2, локация не меняется. И экзамен сдается непосредственно на Татарстан-2 для таких, которые пришли туда. По процедуре самого экзамена стоит отметить следующее, что если вы находитесь дома, то вы должны обеспечить себя ватманом формата А2. При этом лучше выбирать госзнак. Вы должны иметь разные карандаши, мягкие, твердые, мягкие и так далее. Ластик. Вы должны будете иметь поверхность, на которой вы будете производить ваш рисунок. А если вы приходите на очную сдачу экзамена, то мы выдаем вам сами планшет и выдаем вам бумагу, на которой мы приставляем шифр. И ваш рисунок, ваш экзамен, он точно не потеряется и не перепутается ни с кем. На экзамен у вас отводится временной промежуток с 9 утра до 2 часов дня. И по истечению этого времени вы сдаете работу. Те, кто сдают ее в экзамусе, должны будут ее сфотографировать и прислать ее дополнительно еще на почту. Почта также указана у вас в личном кабинете. Для тех, кто сдает рисунок очно, вы просто-напросто сдаете экзаменатором ваш рисунок. Никаких подписей, ничего ставить не нужно. Ваш рисунок зашифрован. И вот такой вопрос, он скорее немножко риторический. Как быть, если во время дистанционного экзамена случился сбой с интернетом? Можно ли будет сдать экзамен в другой день? И, соответственно, когда? Предусмотрен ли резерв? Да, конечно, такие дни у нас существуют. И информация о таких днях тоже размещена у нас на сайте. Можно посмотреть. Их два дня. Один 26 июля, а второй нужно уточнить на сайте. Я, к сожалению, так вот не помню. Распространяется ли единовременная стипендия 100-бальник на студентов вашего института? О, да. Так вот у нас есть вопросы. У нас мы мониторим каждый день заявления, кто подает ребят. Мы очень гордимся, что среди них много и 100-бальников. Есть победители Олимпиад. Это тоже очень ценно. Первое, это, конечно же, распространяются все привилегии для студентов Кафуэта. Вот и та стипендия Эльшат Равкаджу Кафуру, которую он ввел. Она достаточно весомая сумма. Но еще есть некоторые бонусы от института, потому что мы, конечно, заинтересованы в талантливых ребятах, способных, в трудолюбивых. Поэтому мы еще предполагаем один день знакомства с нашей архитектурной средой. И мы этих ребят приглашаем за счет института, за наш счет. Один день провести в нашей архитектурной среде с архитекторами. Есть ли в институте магистратура, есть ли дату по каким направлениям и есть ли в ней бюджетные места, может быть? Магистратура, да, есть. Она тоже довольно популярна. Речь идет о направлении дизайн, программографический дизайн и веб-дизайн. Здесь очень много связано с компьютерными программами, с современными технологиями. Есть бюджетные места, их семь. И это очень востребованная программа. Двигаемся дальше, поговорим про магистратуру и вернемся все-таки к бакалавриату. Как производится оплата за обучение? Можно ли платить по семестрам? Особенно это актуальный вопрос как раз-таки на первом курсе. Можно ли не сразу такую большую сумму? На первом курсе, конечно, желательно все-таки определиться программой обучения и постараться закрыть этот год полностью. Но в особых случаях действительно абитуриент, студент уже пишет заявление, объясняет, что вот такая ситуация. Это заявление рассматривается индивидуально. Когда есть действительно уважительная причина, когда мы видим, что мы очень-очень заинтересованы в этом талантливом ребенке, то, конечно, все, кто может пойти навстречу, это делают. Но это не массовый характер, конечно. Но, конечно, носят желающих поступить даже на платное обучение сегодня довольно много. А есть ли какой-то конкурс? Может быть, есть нижнее какое-то значение по баллам ЕГЭ, например, не набрав которое, ребята уже не поступят даже на коммерцию? Да, конечно, есть. Они в основном около 40 баллов каждый экзамен, как и у других, я думаю, что институтов. Но у нас еще не так много мест, не только бюджетных, но и коммерческих. То есть мы в борьбе за качество, и, конечно, количество мест в целом ограничено. Но, тем не менее, мы приглашаем ребят попробовать себя, попробовать свои силы. Тем более, что творческий экзамен, он дает вот такие вот возможности. Это не просто сухое тестирование, это действительно раскрытие потенциала. И, наверное, результаты творческого экзамена, они самые важные. Поэтому на ЕГЭ мы действительно смотрим, но творческий экзамен для нас основной, потому что это наша профессия, наша специальность. Мне бы хотелось еще немножко добавить по поводу творческого экзамена. Мы просим ребят присылать на нашу почту их работы, для того, чтобы мы ознакомились с их работами. Ведь в жизни всякое бывает, рисунок может выйти неудачным, и мы можем ознакомиться с его работами, которые он производил до этого. Это совершенно необязательно, но желательно. Поэтому по почте, по указанной почте, ждем ваше портфолио. И вы знаете, вот сейчас мы в приемной комиссии очень много времени проводим. И смотришь, приходят ребята на консультации. Они очень талантливые, но немного сомневаются в себе. Говорят, наверное, я не поступлю, вот здесь вот есть лучшие ребята. Вы знаете, это и сомневаются, причем очень достойно, с прекрасным портфолио. Поэтому мы бы хотели сказать, что, ну, ребята, надо попробовать, даже если у вас есть внутри сомнения, поступлю, не поступлю, надо попробовать. Подайте заявление, приходите на творческий экзамен, и я думаю, что вот этот шаг очень важный. И вы знаете, мы еще, когда обрабатываем заявление, то, может быть, абсолютно такие, ну, небольшие, мелкие детали, но мы видим, что у нас контингент все-таки ребята творческий, и иногда какие-то формальные вещи для них выполняются, ну, чуть сложнее. Мы видим, например, что даже неправильно, у нас ведь все дистанционно максимально процессы, это дает плюсы, потому что прозрачная система, но в то же время очень важно соблюдать все вот эти вот строгие правила документооборота. Мы видим, что даже ребята, например, аттестат сканируют не совсем правильно. Нет, там, один листочек, потом разворот, потом заднюю часть, а на самом деле мы вынимаем из корочки, да, аттестат. Это просто больше стат заявлений с такой ошибкой, поэтому извините, что я об этом говорю, но это действительно важно, это формальность, когда мы вынимаем аттестат из корочки и сканируем с двух сторон одним файлом. То есть обратите, пожалуйста, внимание, мы понимаем, что важнейший этот вот творческий экзамен, этот талант, но тем не менее соблюдение вот этих правил, оно очень важно, и оно отслеживается автоматически. И очень важно после того, как документы поданы, через пару дней проверить, все ли верно, стоит ли вот эта вот такая зеленым цветом выделенная галочка у вас в личном кабинете. Если нет, то нужно бить тревогу и звонить нашим консультантам, прям персонально спрашивать, что же у меня не так, где я подошибся. Ну и давайте еще такой уточняющий вопрос у нас спрашивают. Обязательно при сдаче вступительных, чтобы был сканер для отправки тестовых заданий или достаточно телефона? Вот вроде об этом уже говорили, но лучше еще раз озвучить. Да, если есть возможность сделать фотографию хорошего разрешения, конечно же, это приветствуется. Фотография плохого разрешения, к сожалению, принято не будет, и ваша работа не засчитается, и несколько будет обидно. Вы выполнили работу, но не смогли ее отправить. Поэтому обеспечите себя либо фотоаппаратом хорошего качества, либо телефонной камерой, которая тоже вам выдаст хорошее качество. Ну, то есть сканер не нужен как бы? Сканера нет. Давайте более подробно, наверное, остановимся на обучающих программах, которые реализованы в бакалавриате. Что будут изучать студенты? И откуда, собственно говоря, будут преподаватели? Может, по большей части, это практики или теоретики как раз-таки? Одно из важных направлений, все, что связано с пространственным проектированием, наверное, даже Степан Викторович расскажет, здесь у нас направление подготовки – это дизайн среды, дизайн интерьера. Причем мы говорим о дизайн среды, как и интерьерной, так и экстерьерной среды. Здесь как раз у нас сосредоточен максимальный блок проектирования. Что касается кафедры, которую Альбина Ринатовна у нас возглавляет, здесь у нас больше уклон, я вас попрошу уже рассказать, про компьютерные программы, про технологии, про моушн, про коммуникативный дизайн. И мы бы еще отметим, что традиционно уже более 15 лет в Казанском федеральном университете есть кафедра дизайна и национальных искусств. И вот эта вот национальная компонента, мы видим, насколько она востребована в мире, когда она пронизывает творческий процесс. Мы вот в этом году, в 20-м, мы не смогли из-за пандемии уехать в Милан, но каждый год мы посещаем международную миланскую выставку, недели дизайна, и мы видим, насколько приветствуются вот эти вот национальные компоненты. Я бы хотела отметить, что все ребята, конечно же, и этот аспект тоже будут изучать. Тогда про дизайн среды, про дизайн интерьера, наверное, если бы лучше вы про проектирование, про пространственное, чему научатся, где преподавать, ой, где будут, где смогут работать, да? Кто будет преподавать? Ну, начнем, что такое пространственная среда, что такое пространственное искусство, да, вообще? Вот, наверное, многие задались вопросом, когда институт создался. Это большой вид искусства, конечно, в первую очередь, это наша, грубо говоря, среда, которая нас окружает искусственно созданное, да, это архитектурное пространство, это интерьерное пространство, в которых мы находимся. Сюда же можно отнести различные виды, не знаю, сценографии, разработки различных декораций, киноиндустрии, фотоиндустрии и так далее. То есть это большой пласт искусств, которым мы будем заниматься. И впоследствии, может быть, ближе к концу бакалавриата, либо уже на магистратуре, студент сможет выбрать для себя то, где он захочет себя проявить наиболее, как бы, тщательно и въедливо. И, собственно, что же сегодня вообще из себя представляет наше пространство, в которых мы живем, да? Дизайн – это либо это архитектура, это реклама, да, либо это какие-то отдельные архитектурные элементы, либо это архитектурное наследие, а все остальное – это застройка, да, которая не подлежит никакой критике. Вот этими вопросами будем заниматься непосредственно, различать, где у нас, грубо говоря, будет работа от кутюр, а где пьер-папье, да, то есть в таком духе. И всеми навыками этими будет студент владеть. И с каждым годом обучения, каждый год студент обучения проходит, и после этого года он уже может будет реализовывать свои знания, полученные на практике. То есть понятно, что это не будут какие-то серьезные проекты, да, но тем не менее будет тот набор знаний, которые студент сможет уже реализовывать на практике. Грубо говоря, да, он сможет, не знаю, спроектировать от и до, от плинтуса до, не знаю, 3D-визуализации, подачи своего проекта, например, там интерьера санузла, интерьера гостиной. И с каждым курсовым проектом этот плац знаний будет возрастать. И по итогу года будет некая презентация, некая такая аттестация, да, но это внутренняя аттестация, она ни к чему не обязывает, то есть такой срез знаний, после которого этот студент уже будет практикоориентирован и свои вот эти знания получены, реализовывать на практике. То есть если ему там что-то не понравится, либо он подумает, что он уже вполне получил все знания, которые ему нужны, он может будет уйти и уже вполне-то быть востребован на рынке. Со справкой, конечно. Конечно, мы рассчитываем, что они получат полноценный блок знаний за все 4 года обучения. Еще важным аспектом является то, что мы развиваем сегодня предметный и промышленный дизайн. Мы видим, как это востребовано в России, как этого не хватает. Вместе с Агентством инвестиционного развития Республики Татарстан мы проводили опрос среди крупнейших предприятий Республики, партнеров Республики, и мы поняли, насколько это востребовано, как отдельные специалисты, способные работать в этой сфере, так и те продукты, научные исследования, которые нам важны. Вот, например, сегодня с большой командой, которая занимается цифровым производством, вычислительным дизайном, это наша команда. Мы сегодня через несколько часов летим на промышленную выставку и на пром в городе Екатеринбург, потому что мы должны учиться всегда, смотреть лучшие бенчмарки, какие только лучшие практики, какие только существуют сегодня в этом направлении. И, конечно, у нас там запланировано ряд встреч и с представителями крупных университетов, кто сегодня уже традиционно в этом промышленном дизайне, кто занимается обучением, так и с крупными предприятиями в России. Это вот тоже тот предмет, который ребята будут исследовать в рамках образовательного процесса. Ну и, как я уже сказала, очень важны сегодня и компьютерные программы, и современные технологии в дизайне. Еще бы вот, если добавлю, на первую часть вопроса, кто будет преподавать. Преподавать будут практики с большим опытом преподавания, скажем так. То есть у нас большинство преподавателей – это кандидаты наук, которые теоретические свои знания подкрепляют большими практическими успехами. Так, заговорили еще про компьютерные технологии. Я думаю, что есть смысл вам добавить. Да, кафе реконструктивно-дизайнерского проектирования будет готовить людей, которые смогут спроектировать любые предметы от шариковой ручки до, возможно, самолета. То есть настолько глубокий, большой, обширный объем знаний должен получить человек и суметь моделировать то, что ему интересно. Конечно же, это достаточно сложно, если мы говорим о самолете. Но так как мы практикоориентированы, мы будем надеяться на то, что будем тесно сотрудничать. Мы и сейчас тесно сотрудничаем с промышленными предприятиями. И ребят тоже будем туда отправлять. А что касается мошен-дизайна и второго направления, то здесь будут работать, будут, здесь работают такие ребята на кафедре, которые уже давно работают с веб-технологиями, с гейм-технологиями и с виртуальной реальностью. Поэтому мы своих студентов также будем погружать в такую среду и давать им знания, которые будут направлены на создание сюрреалистичных сюжетов. Они смогут работать в индустрии кино, рекламы, шоу-бизнеса и много-много другое. Спасибо. И вот немножко затронули эту тему. Где будет проводиться, собственно говоря, практика, в каких организациях у студентов? Ну вот как раз-таки мы являемся представителями мастерских лабораторий при университете, которые находятся, да, то есть в частности ряд преподавателей, в том числе и я, мы являемся директорами проектных организаций. И это будет такая интегрированная работа, как и внутри института дизайна и пространственных искусств, так же и на выход. То есть это, об этом может Карина Рашидовна подробно расскажет, работа с различными министерствами, государственными службами и различными проектными институциями нашей республики, и не только. Да, действительно у нас большой опыт. Мы работаем и на традиционно уже много лет, наша команда, и на республиканских объектах. Даже вот сегодня мы обсуждали, что, приходя в аэропорт, мы видим то, что сделала наша команда, и что-то где-то приятно, а где-то, хочешь сказать, так, вот здесь вот так подрядчик не доделал, и это вызывает тоже приятные эмоции. Действительно, мы очень погружены в проекты республики. Это и новое строительство, это и проектирование капитальных ремонтов, это и архитектурные концепции, малоархитектурные формы. Это все, что мы делали, причем в команду мы всегда приглашали наших студентов, потому что, в первую очередь, у нас такая вот своя миссия. Есть у нас еще вопрос, какие материалы для занятий нужно привозить с собой студентам? Может, граф-планшет таскать в сумочке или, наоборот, в атмам? Как вот это будет реализовано? Наверное, я отвечу на этот вопрос. Наш институт оснащен передовым технологическим оборудованием, поэтому ввозить с собой что-либо, конечно, не требуется, но любой студент, он создан так, что у него есть в ноутбуке или в планшете какая-то своя информация, ему удобно просто перевозить это оборудование. Но все, что нужно для обучения, у нас предоставлено в нашем институте. Наверное, бумагу, карандаши, ручки. Ну, это да. Вопрос просто был про ноутбуки и графические планшеты. Да, техническое оборудование, но укомплектованное полностью. А реально ли поступить, если человек не учился в художественной школе? Вот просто хочет такой самоучка, например, или решил, что талантливый, такой, почему бы не сдать экзамен по рисунку? Мы очень дискутировали на эту тему. Ну, конечно, наверное, у ребят будет преимущество, кто занимался творчеством. Но есть мнение, например, вот Сальмасович говорил в прошлый раз, что, конечно, есть и талантливые ребята, и иногда вот этот творческий экзамен, он не всегда может раскрыть истинный талант. И поэтому попробовать, ну, я думаю, что попробовать всегда нужно. Ну что, большое спасибо за столь подробный ответ. Я напоминаю, в эфире у нас был Инсталайф с Институтом дизайна и пространственных искусств Казанского федерального университета. Оставайтесь с нами, впереди еще много-много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!